Добрый вечер! О самых заметных событиях уходящей пятницы вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей и я, Мария Шилова. Смотрите в нашем выпуске. Сел, а потом лег и скончался. Ветхозаветная история по Матавилихинске. В микрорайоне Висим брат убил родного брата из пневматической винтовки. Обратил бы внимание на экономику и на жизнь простых людей. Выборы президента России 2018. Горожане готовятся избрать главу государства на следующие 6 лет. Мы просто хотим творить добро. Накормить голодных. Пермяк устраивает для нуждающихся благотворительные ужины и поздравляет их с днями рождения. Выборы президента России на 6-летний срок состоятся уже в это воскресенье 18 марта. В Прикамье вовсю готовятся к событию. Накануне проверили работу систем видеонаблюдения. Смезисты смонтировали порядка 2000 камер, которые будут фиксировать весь процесс голосования и подсчета бюллетеней. Тему продолжит Евгения Караксина. Все, что сказано, будет услышано, говорят в Краевом избиркоме. Речь о новой системе видеонаблюдения, отличающейся особым качеством звука. Защищена она от взломов. Почти 2000 камер установили в помещениях территориальной избирательной комиссии и на участках по всему краю. Любой желающий в день выборов сможет наблюдать за процессом в режиме онлайн. Видеотрансляция будет осуществляться на сайте www.nashvibor2018.rf Любой желающий сможет в 7 утра, зайдя на этот сайт, уже посмотреть трансляцию со всех участков, которые подпадают под видеонаблюдение. Это участки, на которые голосуют более 1000 человек, на каждом из которых это порядка 70% от общего количества избирателей по Пермскому краю. Следить в онлайн режиме за процессом подсчета голосов в территориальных избирательных комиссиях можно будет, начиная с 8 часов вечера. Все записи будут храниться на сервере и предоставляться по запросу при возникших спорах. Начинаем работать круглосуточно по данному направлению. У нас определены дежурные, ответственные лица. В период работы, в период выборов, это у нас 17-18 числа, ну конкретно 18 число, будет работать больше 200 специалистов технической поддержки. Задача наша это обеспечить реагирование на любой инцидент в течение 30 минут. Обеспечивать безопасность и порядок в Пермском крае в этот день будет целая армия. Это 9 тысяч наблюдателей и более 5 тысяч сотрудников полиции, Росгвардии, частных охранных организаций, представителей народных дружин. В краевом избиркоме сообщили, на участках будут установлены рамки металлодетекторы. Евгения Караксина, Александр Худюков, Телевизионная служба новостей. Есть такая профессия – страной управлять. По данным социологического опроса, проведенного порталом зарплата.ру, половина пермяков не прочь занять пост президентом. Из них более 70% взяли бы основной курс на повышение качества жизни в стране. 10% предоставили бы больше возможностей для развития малого бизнеса. Столько же увеличили бы зарплаты. Приоритетные же направления работ президентом пермяки назвали подъем экономики, улучшение системы образования и здравоохранения. Наша съемочная группа выслушала мнение граждан. Модернизировать внутреннюю политику, наладить отношения с другими странами в непростом опросе на тему, что бы я сделал, если бы был президентом, приняло участие более тысячи пермяков. Для некоторых пост главы государства был детской мечтой, а кто-то чувствует в себе реальные силы, изменить жизнь россиян к лучшему. Как именно? Этот вопрос мы задали людям на улицах города. Я как дизайнер хотела бы, наверное, изменить этот мир в лучшую, в красивую сторону, чтобы люди радовались, чтобы им было удобно и комфортно. Бесплатное образование, включая одно высшее, хорошую медицинскую помощь на должном уровне, обеспечение жильем. Чтобы органы исполнительной власти работали более эффективно, и чтобы они обратили больше внимания на людей, на их чаяния, на их желания. Чтобы чиновники не шли лично ответственных за свои деяния. Чтобы пенсионеры на свою пенсию могли путешествовать, жить в свое удовольствие. Чтобы радостные ходили, люди улыбались. Дороги бы отремонтировали. Население как-то поддержало социальными какими-то программами. Чтобы больше было помощи детям. Они просили в программе время, чтобы отдать и на операцию одному ребенку и другому. Это наше будущее. В первую очередь надо думать о будущем и здоровье нации. Обратил бы внимание на экономику и на жизнь простых людей. Примечательно, что каждый пятый опрошенный выразил готовность трудиться на ответственной должности от рассвета до рассвета. Как раб на галерах. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Виновник столкновения автобуса с такси определен. Напомним, накануне на перекрестке улиц Пушкина и газеты «Звезда» случилось ДТП с участием пассажирского автобуса 32 маршрута и автомобиля такси марки «Рено». Очевидцы опубликовали видео в интернете. На кадрах видно, авария произошла в тот момент, когда иномарка поворачивала на улицы газеты «Звезда». После столкновения автобус чуть не сбил пешеходов, стоявших на переходе. В соцсетях сначала вину возложили на водителя автобуса, якобы он пошел на обгон на полосе встречного движения, однако позже ситуация стала проясняться. В этом такси моя мама ехала с ее сестрой в больницу, причем сам таксист не знал, как доехать до больницы. Комментарии излишни. Был не обгон, таксист поворачивала налево, это слова мамы. Еще раз повторюсь, он не знал, куда ехать. К сожалению, мама тоже ехала первый раз в эту больницу, подсказать не могла. Только увидев видео, поняла, что могло быть нечто. Слава Богу, все живы. Сегодня в ГИБДД подтвердили, автобус шел по своей полосе, правила нарушил водитель Рено. По предварительным данным, водитель автомобиля Рено не занял крайне левое положение при повороте налево. В отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по статье 12.14 Кодекса об административных правонарушениях. Сообщение о травмах не поступало. Ветхозаветная история по Матавилихински. В микрорайоне Весим брат убил родного брата. 37-летний мужчина в упор расстрелял ближайшего родственника из пневматической винтовки. По словам свидетелей, ранее никаких ссор между ними не было. Мужчины вместе с матерью и сестрой жили в одной квартире. Подробности братоубийства узнала Елена Яговцева. Младший брат застрелил старшего на глазах матери и сестры. Кровавая трагедия произошла в квартире одной из многоэтажек микрорайона Весим. Мотивом убийства стала попытка потерпевшего убедить своего родственника устроиться на работу и бросить пить. Ответом на нравоучение стал выстрел в упор. Пуля, получается, скорее всего попала в ребро от рикошетов, пробила оба легких. У него изо рта, из ушей, из носа пошла кровь. Стало трудно дышать. В результате он сел, а потом лег и скончался. Братоубийца, к слову сказать, бывший работник службы такси, сам вызвал полицию. Воздушная винтовка, из которой был произведен выстрел, изъята. Это пневматическое оружие, по словам специалистов, находится в свободной продаже. Приобрести его может любой гражданин, достигший 18 лет. Обвиняемый пояснил, что приобретал ее еще в 2016 году, покупал на свои личные деньги в магазине, стрелять по банкам. Убийца, по своим показаниям, пояснил, что даже не предполагал, что из нее можно убить. То есть хотел просто причинить какой-нибудь вред здоровью, то есть по убийстве не помышлял. Семья, в которой случилась трагедия, характеризуется положительно. Погибший имел свой бизнес – цех по изготовлению мебели. Нарекания вызывал лишь его младший брат, иногда злоупотреблявший спиртным. Сейчас он водворен в следственный изолятор. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Помочь укрепиться новые жизни. На базе роддома 9-й медсанчасти открылось долгожданное отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Теперь тех, кто нуждается в особом уходе, не нужно будет транспортировать в другие медучреждения города. Вся необходимая помощь специалистов сосредоточилась в одном месте. Там побывала наша съемочная группа. Первые дни жизни. Имя своей дочки Юлия Лукиных пока не выбрала. Один из вариантов мира, что означает сильная воля. Крошка, рожденная с недостатком веса, действительно проявляет стойкость. Несколько дней она находилась в отделении интенсивной терапии. Накануне ее с мамой перевели в новое, только открывшееся на базе роддома отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. Ребеночек вполне в нормальном состоянии. Самостоятельно может и кушать, и находиться рядом со мной, без дополнительного такого оборудования. Мы очень довольны, что оказались здесь и получили все, что необходимо. Открытие отделения новорожденных и недоношенных детей на базе роддома 9-й медсанчасти – общая заслуга руководства учреждения, краевого Минздрава и социально-ответственного бизнеса. Так, предприятие «Лукойл» Пермнефтерксинтез в рамках соглашения в прошлом году направило на его ремонт почти 13 миллионов рублей. Эти вложения уже себя оправдали. Если ранее эти дети транспортировались для второго этапа выхаживания в другие учреждения города и края, то сейчас большая часть после открытия и ремонта второй очереди, большая часть этих детей будет оказываться помощь, преемственность будет в стенах нашего учреждения. То, чем занимается компания совместно с, естественно, с администрацией учреждения здравоохранения, это знак качества. Мы это все сегодня наблюдали, видели. И рады тому, что молодые мамы действительно приятно находиться в тех условиях, которые мы считаем, вполне достойные. Уже на протяжении нескольких лет в рамках соглашения компании «Лукойл» с Пермским краем в девятой медсанчасти постепенно производят капремонт зданий и помещений, приобретают современное оборудование. Так, в 2016 году здесь отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии для тех, кто нуждается в особой помощи и уходе. Обновление «Раддома» надеются в компании будет продолжаться. Евгения Караксина, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей. Хлеб голодным или мир не без добрых людей? Пермяк, работающий менеджером по продажам, решил помогать бездомным. Каждую неделю Владимир Карелий и его единомышленники устраивают нуждающимся бесплатные ужины. Активисты также собирают для людей одежду и медикаменты. В общем, помогают оказавшимся в сложной ситуации людям. Тему продолжит Евгения Чернявская. Каждый вторник житель Гаевой Владимир Карелий покупает горячий суп в столовой и кормит бездомных людей. Благотворительные трапезы он начал проводить больше года назад. Я увидел человека пенсионного возраста, который стоял возле мусорного контейнера и, ну, рылся в нем, грубо говоря. И на сегодняшний день вот этого человека, я, конечно, жалко, что я не вижу уже его, но он побудил меня именно вот к этим мыслям. Молодой человек купил тогда бедолаге буханку хлеба и пакет молока, а затем твердо решил, что по возможности будет помогать людям. Теперь каждый вторник Владимир с единомышленниками на свои деньги организует небольшую полевую кухню, где может подкрепиться любой желающий. Сарафанное радио работает без сбоя. Благотворительные горячие ужины теперь посещает порядка дюжинный человек. Мы просто хотим творить добро, и чтобы это добро было по нашему городу, чтобы оно распространялось, чтобы те люди, которые они будут видеть, человека на улице, который нуждается в этом, чтобы они не проходили мимо. Иногда Владимир дарит бездомным подарки, узнав заранее, когда у кого-то из постоянных посетителей день рождения. Среди президентов в основном вещи первой необходимости – одежда, средства личной гигиены и полотенца. Водушевленные милосердием активистов к проекту постепенно присоединяются новые волонтеры. Увидел у Владимира Александра, что они занимаются добрым делом, увидел, что это реальные пацаны на ГАЭВе, которые не боятся мнения людей, мнения общественности. Мы общаемся, видим, что люди чувствуют отношение к ним и начинают меняться. Многие из них уже сработают, прошли реабилитацию, их жизнь изменилась. Многие уже сами помогают. Пока это начинание реализуют только на ГАЭВе, но организаторы проекта планируют распространить такую помощь бездомным по всему городу. Готовят обращения за поддержкой к властям и ждут новых волонтеров. Неравнодушные могут присоединиться к проекту, вступив в группу «Социальная помощь населению Перемь» ВКонтакте. Евгения Чернявская, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Неистовый маэстро снова в Перми. В Краевой филармонии в эти дни проходит международный фестиваль Дениса Мацуева. Знаменитый пианист даст несколько концертов. В рамках фестиваля профессорам Московской консерватории проведут мастер-классы для школьников и студентов. О некоторых событиях фестиваля в репортаже Юлии Зыковой. Знаменитый музыкант в плотном кольце журналистов. В Перми он давно уже свой. Именной международный фестиваль Денис Мацуев проводит вместе с Пермской краевой филармонией восьмой год подряд. Маэстро рассказал о концертных программах. К примеру, 17 марта в органном зале он будет играть соло. Впервые после длительного перерыва. Я буду играть программу, которую я уже сыграл, наверное, в 40 странах мира. Это две сонаты Бетховена и большая соната Чайковского. Гранд соната Чайковского. Я бы ее назвал так. Знаете, такой концерт для фортепиано без оркестра. По масштабу, по объему, по энергетике и, конечно, по меланхолии Чайковского. Она, конечно, уникальная соната. Я очень рад. Я эти произведения никогда не играл в Перми. Открылся фестиваль концертом, который целиком состоял из произведений Петра Чайковского. Исполнил его государственный оркестр имени Светланова. Среди российских симфонических коллективов этот номер один. В числе приглашенных солистов – один из ведущих отечественных музыкантов Борис Андрианов. Виолончелист выступает во многих странах мира. Он давал концерты и в Ватикане, в резиденции Папы Римского и в представительстве ООН в Женеве. Ну а управлять этой звездной братьей пригласили литовского дирижера Робертоса Шервеникоса. Он учился в Петербурге, долго жил в России. Его постоянно приглашают к сотрудничеству лучшие коллективы мира. Очень счастье для меня, когда дирижера участвовать в этом концерте. И Чайковский всегда интересен своим очень глубоким романтизмом, своей печалью и своей утверждающей какой-то жизненной энергией. В рамках фестиваля прозвучит и концерт посвящения Сергею Рахманинову. Со дня рождения великого композитора и пианиста скоро исполнится 145 лет. Состоится и выступление юных талантов, стипендиатов благотворительного фонда «Новые имена». Ну и завершение по заявкам любимой публики будет большой концерт, который называется и классик джаз, в котором будут принимать участие как уже известные джазовы музыканты, так и лауреаты последнего конкурса «Синяя птица». Подробнее о событиях фестиваля можно узнать на сайте Краевой филармонии. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.